Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи, видео сегодня будет об этой гаечке, потому что эта гаечка очень интересная, и если ее неправильно закрутить, то могут быть очень печальные последствия. Открутить ее не сложно, а вот закрутить сложновато. Ну, вернее, надо с ней быть очень осторожным, потому что потом это может вылиться очень нехорошие последствия. Так вот, с каким усилием надо закручивать эту гаечку на клемме аккумуляторной батареи? Закручивается она с усилием от 8 до 12 ньютон на метр. И тут должен возникнуть резонный вопрос, а что будет, если я неправильно все-таки закручу, аккумулятор работать перестанет? Так вот, аккумулятор, конечно, работать не перестанет, но стартер может и не крутить. Что будет, если не дотянуть, то есть затянуть неплотно? Соответственно, будет искрение, что не очень хорошо будет влиять на всякие электронные компоненты автомобиля. Ну, и к тому же, если вам очень сильно повезет, то искрение может вызвать взрыв водорода, который накапливается под крышкой аккумуляторной батареи, и он тогда просто взорвется, и будете в обломке аккумулятора вытаскивать из радиатора. Но это из разряда страшных историй. Скорее всего, так не будет, но раз в год и палка стреляет. Ну, и к тому же, чем хуже контакт между клеммой провода и клеммой аккумуляторной батареи, соответственно, тем хуже бежит ток, создается сопротивление, тем хуже крутит стартер. И вот неправильная затяжка может привести к тому, что стартер будет еле-еле дышать, а аккумулятор при этом будет исправным. Ну, недотянутая клемма – это еще полбеды. Хуже, если вы ее перетянете. Если перетянуть эту гайку, то, соответственно, клемма сильно сожмется. И сильно сожмет клемму аккумуляторной батареи, которая сделана из свинцово-оловьяного сплава, и, соответственно, она мягкая. В результате этот сплав свинца и олова начнет деформироваться под усилием затяжки этой гайки. И клемма уже станет не кругленькая, красивая и ровная, а немножко горбатенькая. И большого усилия для того, чтобы деформировать клемму, прикладывать даже не придется. И вот если вы клемму перетянете, то, соответственно, произойдет деформация этой самой клеммы. И на первый раз вас, конечно же, пронесет, потому что сильно затянете клемму, деформируется клемма аккумуляторной батареи, но, тем не менее, пятно контакта будет очень хорошим. Проблема возникнет в том случае, когда вы в следующий раз снимете клемму, а потом попробуете поставить ее на место. Но дело в том, что эта клемма уже может не встать на то самое место, при котором произошла деформация клеммы. Соответственно, она где-то сместится влево-вправо, вверх-вниз. И, опять же, пятно контакта между клеммой провода и клеммой батареи будет меньше. Опять же, ток будет бежать хуже, стартер будет крутить хуже. Чтобы понять, что клемма аккумуляторной батареи деформирована, можно взять клемму. Ну, обычно берется эталонная клемма абсолютно круглая, но можно взять и ту, которая стоит на автомобиле. Надеваете и вот так вот проворачиваете. Туда, сюда, туда, сюда. Если в каком-то месте клемма начинает закусывать, значит, ваша клеммка уже деформирована. Вот в этом аккумуляторе здесь все хорошо, а вот в этот край клемму начинает уже закусывать. Это значит, что клеммка уже кривая. Тут все правильно делали, правильно все закручивали, и клемма уже деформированная. Поэтому надо найти такое положение, где она затянется лучше всего. Вот здесь. Усилие 8-12 ньютон. Если проще на руку, это чуть-чуть поджать. Чуть-чуть, не сильно. Практически от руки и чуть-чуть поджать. Все. Попробовали, не шатается. И ладно. Можно эту клеммку закручивать немножко выше, немножко ниже. Но это, в принципе, не столь важно. И на скорость это сильно не влияет. Ну, обычно рекомендую закручивать по центру. Но, опять же, лучше смотреть по этому зазору. Нету зазора, значит, клеммку можно немножко глубже посадить. Потому что она конусная, немножко разойдется. И затянуть с правильным усилием, чтобы обеспечивался минимальный какой-то зазор. Хотя бы минимальный. Обычно принято считать, что правильная клемма, после правильной затяжки гайки с этим усилием правильным, имеет между двумя половинками зазор вот здесь. Потому что, если зазора нет, эти две половинки сходятся, то клемма тогда до конца не сжимается. Так что принято считать, что зазор здесь должен быть. Но это не всегда так. Потому что бывают конструкции клемм, у которых и без зазора она нормально притягивается. Так что надо смотреть конкретно по случаю. Но и опускать клемму впритык до самого пластика тоже не рекомендуется. Потому что при работе аккумуляторной батареи через клемму идет большой ток. Клемма греется. Соответственно, металл расширяется. И вот во избежание того, чтобы при расширении металла у вас появлялись дефекты между пластиковым корпусом аккумуляторной батареи и клеммой, то есть там не появлялась щель и не выливался через нее электролит, то, соответственно, клемму до конца опускать не рекомендуется. Ну и не надо. По сути, ничего сложного тут нет. Но к затяжке клемм надо относиться более-менее с пристрастием. И самое главное, не перетянуть. Если не дотянете, то ее можно подтянуть. А вот если перетянете и деформируете клемму, то это уже немножко проблема. Поэтому закручивайте гайку с правильным усилием и проблем не будет. Но сегодня было такое короткое видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк. Потому что я очень жаден до лайков. И пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу.